Современному человеку нельзя болеть. И не потому, что он может потерять работу или еще чего. Просто в нашем обществе нельзя быть больным и слабым. Человек должен ходить и всюду улыбаться во все 32 зуба, показывая, что все у него хорошо, а будет еще лучше. Иначе тебя могут назвать неудачником. А быть неудачником в нашем обществе никак нельзя. Прослывешь неудачником, будь ты хоть трижды православный, большинство от тебя отвернутся, а остальные будут качать головой и вспоминать, как о покойнике. В современном обществе культ здорового, успешного человека похлеще, чем у спартанцев. Открой любой журнал и посмотри, какие там все успешные, здоровые и красивые. Но несмотря на все достижения современной медицины, болезней день ото дня все больше. И когда они тебя настигают, ты чувствуешь себя выпавшим из самолета потерпевшим. Последний месяц я провел на больничной койке. Мне было о чем подумать. Во-первых, все мои планы оказались кем-то очень серьезно переписаны. И этот кто-то сделал это немало, не интересуясь моим мнением. Сначала я пытался сопротивляться. Горстями пил таблетки, ставил уколы. Но это слабо помогало, а становилось только хуже. Вместо того, чтобы выздороветь, меня увезли в больницу. Вдруг оказалось, что моя жизнь мне совсем не принадлежит. Да что там, даже мое собственное тело отказалось мне подчиняться. До этого крепкое и вполне функциональное оно стало вялым и слабым. И все привычное, что казалось частью меня и моим, оказалось совсем не моим. Родные, любимые люди, книги, передачи, мысли, идеи, они остались где-то там. А я, беспомощный и слабый, в комнате с белым потолком, пахнущей лекарствами. Там ты вдруг начинаешь понимать по-настоящему, что в этом мире тебе ничего не принадлежит. Потому что может настать момент, когда тебя не станет, а все это останется. Сначала это пугает, а потом ты начинаешь молиться. И эта молитва очень отличается от твоего обычного, рассеянного молитвословия. Ты не просто произносишь слова молитвы, ты плачешь и кричишь, потому что все это происходит с тобой на самом деле, и это правда. Но в какой-то момент кто-то неведомый касается твоего сердца, и тогда наступает тишина. В этой тишине с человеком говорит Господь. Когда он касается твоего сердца, слезы покаяния текут ручьем, и от этого сухое, безрадостное сердце оживает, и неожиданно ты чувствуешь утешение, как чувствует покой ребенок на руках у матери. Ты перестаешь дергаться, переживать и суетиться, а предаешься в руки этому неведомому врачу, который держит в руках твое измученное сердце, и просто тихо радуешься. Святые, в отличие от нас, хорошо знали действия благодати Божией и встречали болезни, как дорогих гостей, потому что вместе со скорбями и немощами они открывали смирение и великую милость Божию о человеке. Они принимали болезни, как Божие посещение, и неведомым образом тогда немощь становилась источником живительной духовной силы, преображающей душу. В болезнях они становились сопричастными страданиям самого Христа и восходили на неведомые до того духовные высоты, становясь духовными и по-настоящему святыми. Они принимали болезни смиренно, по грехам, а становились святыми по смирению и благодати Спасителя. Такие дела.